Вчера глава киевского режима дал интервью западным СМИ для того, чтобы перевести внимание западной общественности с важных решений, принятых странами БРИКС на саммите в Казани, на разговор о мире на Украине. Зеленский, который недели ранее не сумел убедить западных партнеров в необходимости поддержки его победного плана, вчера выступил в роли миротворца и сделал первый шаг к прекращению военного конфликта. Просроченный президент в интервью Financial Times предложил России прекратить обстрел энергетических объектов. Зеленский сообщил британским журналистам, что указанная мера может стать первым значимым решением на пути прекращения активных боевых действий. Любопытно, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о том, что Кремль предлагал Украине при посредничестве турецкого руководства приостановить взаимный обстрел по объектам энергетики, однако украинская сторона в последний момент сорвала предварительные договоренности и осуществила вторжение в Курскую область. Об этом также сообщала газета Вашингтон-Пост. Тот факт, что Зеленский решил откатить ситуацию назад, заявив о готовности вернуться к предыдущим договоренностям с Кремлем, говорит нам о том, что ситуация для УСУ в Курской области запахла керосином. Удерживать Курское приграничье, судя по всему, у украинского генштаба больше нет возможностей. Свежее предложение Зеленского о необходимости прекращения обстрелов энергетической инфраструктуры также может быть продиктовано желанием Запада стран перейти к заморозке украинского конфликта. Эти страны опасаются прорывом украинского фронта с учетом скорого взятия российскими военными последних укрепрайонов на Донбассе. Можно также предположить, что вслед за прекращением ударов по объектам энергетики украинская сторона предложит прекратить обстрел прочих объектов гражданской инфраструктуры, включая топливные склады, железнодорожные пути, автомобильные мосты и путепроводы. Российскарами периодически наносят по указанным объектам удары, которые существенно затрудняют снабжение украинских войск в зоне СВО. Учитывая, что предыдущая договоренность о приостановлении ударов по объектам энергетики была сорвана украинской стороной атакой на Курскую область, можно предположить, что свежие предложения Зеленского Кремлем поддержано не будет.